На Дальнем Востоке до сих пор работают заводы, построенные заключенными. Советским властям такой труд позволял экономить на оплате рабочей силы. Теперь в приоритете не экономическая, а социальная выгода. Глава управления МВД по Хабаровскому краю, выступая перед местными депутатами, посетовал, что многие заключенные, выйдя на свободу, не могут найти работу. И снова начинают заниматься криминалом. А крупные предприятия региона предпочитают нанимать себе низкоквалифицированных приезжих из Азии. Хабаровский полицейский предложил заменить мигрантов бывшими заключенными. Эту инициативу поддерживают и в Москве. Эксперты считают такой подход вполне оправданным. Государство должно создавать торговые дома, работные дома, если хотите, специально употребляя этот термин 19 века. Соответственно, создавать специальные предприятия, где людей втягивать в труд. Это и есть ресоциализация, то есть восстановление социального статуса. Во всем мире сегодня, кстати, это самые хай-тековые, если хотите, хьюм-технологи, то есть гуманитарные технологии. У этой идеи есть и противники. Они считают, заменить гастрабайтеров бывшими преступниками невозможно. Хотя бы потому, что руководители предприятий вряд ли захотят тратить время еще и на перевоспитание своих новых рабочих и охотнее возьмут приезжих. Это люди наиболее дисциплинированные, более покладистые. У них есть четкая мотивация к труду. Вот. А они даже предпочтительнее, чем наши граждане. Просто, да, не бывшие заключенные, потому что слишком много требований. А бывшие заключенные, помимо того, что вряд ли он, так сказать, так будет трудиться, как трудится мигрант, и во-вторых, он еще потенциально вообще нанесет какую-то угрозу в себе. По мнению многих экспертов, такое мнение о заключенных сложилось из-за того, что российская система исправительных учреждений безнадежно устарела. За решеткой по-прежнему, как и 50 лет назад, учат шить рукавицы, телогрейки и средкополицейскую форму. С такой профессией освободившийся заключенный не может найти хорошее место. В России был лишь один эксперимент, когда заключенных стали обучать действительно востребованной профессии. В термской колонии открыли курсы аниматоров и дизайнеров. Женщины-заключенные стали рисовать фоновые декорации для мультфильмов известной студии. Субтитры создавал DimaTorzok